Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Начала общаться с мужчиной, мне 36, ему 53, много звонил, писал, я тоже отвечал, было очень всё взаимно, но если я сразу не отвечал, обижался слегка, всегда спрашивал где я, хотя я и мягко говорил, что это ещё не та стадия отношений, чтобы задавать такие вопросы. Свидание прошло чудесно, я после свидания написал смс о том, что ему большое спасибо, он позвонил, сказал, что ему понравилось, я пожелал хорошего вечера и уснула, утром гневное смс о том, что я не позвонила и не спросила, как он доехал. У него такой первый раз в жизни, я не успела что-то ответить, он меня везде заблокировал. Что делать, как расценивать такой поступок? Ну, в первую очередь, я бы здесь обратил внимание на то, что ваше отношение носит очень ярко выраженный формальный характер. У меня нет ощущения, что с этим мужчиной вы познакомились и начали общаться и взаимодействовать, а вы в контексте, в среде какой-то деятельности. У меня есть ощущение, что вы начали общаться с мужчиной, что называется, обособленно. То есть, вот, мне человек понравился, вот, я с ним познакомилась, и познакомилась я с ним исключительно, как бы, следуя своему чувству симпатии. Вот, ничего общего у вас нет. Собственно, это первый вопрос, что между вами общего-то вообще было? Второе, второе. Большая разница возраста. Как бы, очень часто такая разница прямо приводит к наличию, к наличию между партнерами неравенства. Где, в общем-то, человек достаточно, просто, в какой-то степени даже прагматично считает, что если я тебя старше, то я имею право больше, чем ты. Ну, просто, вот, просто, вот, больше права у меня, чем у тебя. Это, такой момент. Это, неприятный момент. Но это, к сожалению, к сожалению, очень частое явление, которое присутствует. присутствует именно, вот, в, ну, во взаимодействии, как бы, между, людьми. Вот. И я бы сказал, что, то, что вы описываете, очень и очень и очень и очень похожи на это, к сожалению. Традиционно, вот именно, именно традиционно, услышьте меня сейчас, пожалуйста, это очень важный момент. Традиционно такая большая разница в возрасте связывается с потребностью одного из партнеров родителей и другого партнера в ребёнке рядом с собой. То есть, речь идёт о том, что, изначально, эти отношения не были равными. Речь идёт о том, что, скорее всего, эти отношения, изначально, были неравными, где мужчина, ну, в общем-то, сразу, позволял себе, по отношению к вам, вещи, ну, которые вы сами, интерпретировали, как, ну, в общем, и целом, неприемлемые. Вот. На что ещё можно обратить внимание? Да? На что, ну, вот, что ещё можно, что ещё можно сказать? Ещё можно сказать, что, коли человек так легко и быстро с вами расстался, я думаю, что он вами не дорожил, и он вас не ценил. Вы уж, что называется, простите. Но не будет, не будет человек, который дорожит, ну, вот, другим, да, не будет такой человек так легко расставаться с своим партнёром. А ваш мужчина легко расстался. Для него ничего не стоило вас заблокировать. Понимаете, какая история? то есть, это вот как раз момент, это как раз момент, связанный с тем, что человек вас не ценил. Вот. К сожалению. вы пишете, что делать. Ну, что делать, чтобы что? Какая у вас цель? Как реагировать? Вы спрашиваете. здесь важный момент, который заключается в том, что вы уже как-то реагируете. Здесь важный момент, который заключается в том, что вы уже реагируете на эту ситуацию как-то. вы уже как-то, ну, вы уже какую-то реакцию имеете, но почему-то запрещаете ее себе выражать. Может быть, может быть, это связано с тем, что вы ну, как здесь, было бы, наверное, было бы верно сказать, что вы боитесь потерять отношения. Вероятно, вам сложно выстраивать отношения. и вы боитесь как бы эти отношения потерять. Ну, то есть, вы боитесь вот того, что вы потеряли отношения. Вы боитесь того, что все, отношения закончились. Вы понимаете, что теперь вам нужно строить новые. Это непросто, нелегко. И, соответственно, вас это вполне может как-то вот напрягать. и оттуда вы задаетесь вопросом. Потому что, ну, то, как вы на это реагируете, уже сейчас, то, как вы на это реагируете уже, ну, на мой взгляд, является, в общем-то, ответом на ваш вопрос. то есть, вам не нужно реагировать так, как вы не реагируете. Вам нужно реагировать так, как вы реагируете. Это наиболее честно по отношению к себе. Это наиболее гуманно по отношению к вам. И это в общем и целом, ну, наверное, наверное, самый такой вот самый правильный, самый корректный вариант. То, о чем говорите вы, вот, ну, вот, то, как, то, как вы об этом говорите, да, ну, я бы сказал, что вот, внимательности к себе здесь, конечно, мало. доверия к себе здесь мало и так далее. Вот. И напротив, повторюсь, чувствуется, на мой взгляд, довольно высокая формализация. Вот. Вы можете сказать, что он, ну, как бы, человеку, человеку не мальчик, да, и без формальности я не могла. Это уже вопрос, который, на мой взгляд, нужно решать вам самой, каких отношений вы хотите, какие отношения вы выстраиваете. то есть, это вопрос не про то, да, чего вы могли и чего вы не могли, а это вопрос именно о том, какие отношения я выстраиваю и те ли отношения я выстраиваю, которые, ну, хочу. так как, на мой взгляд, ну, вот, на мой, на мой взгляд, вы выстраиваете отношения, в которых вам сразу уже не очень комфортно может быть, и в которых люди, вот, как-то вот ваши личные границы, да, нарушают, вот, так, так, что вы 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 как вы говорите мягко человека останавливает, вот, ну, а человек сам, конечно же, не понимает, а я, я, условно, условно говоря, да, буду как-то терпеть, да, вот, я буду надеяться на то, что, ну, как бы, ну, что все образуется, ну, само собой, да, то есть, я буду рассчитывать, я буду рассчитывать, что все само собой, нормализуется, ну, как вот, как правило, этого не происходит, а мы, если человек, особенно, человек, вот, такого возраста, как у вас мужчина, да, если он, вот, сразу не понимает, чего-то, если он сразу сам не доходит до чего-то, он, скорее всего, уже не поймет, а вы надеетесь, и, на мой взгляд, в какой-то степени из-за этого, у вас возникает ситуация, у вас возникает такая история, что вы, вот, попадаете, ну, вот, в, вот в такие неприятные ситуации, вот. Конечно, дело не только в этом, ну, безусловно, да, то есть, понятно, что есть еще, нюансы, и то, о чем мы сейчас говорим, это только один из аспектов, понятно, что аспектов-то, ну, как бы, может быть, больше, вот. но сейчас мне кажется важным обратить ваше внимание именно на эти вещи, вот. Ну, и как будто вы не доверяете себе, да, то есть, вот, как будто бы вы здесь, вот, то, как я реагирую сама, да, ну, это, это что-то такое, ну, вторично, как будто бы, вот, то есть, я как-то уже реагирую, да, но то, как я реагирую, может быть неправильно, и вот очень бы, очень бы хотелось понять, как вы к этому приходите, как вы приходите к тому, чтобы вот ну, как бы подвергать сомнению себя и своей реакции, это было бы очень, на мой взгляд, интересно, с точки зрения исследования, вот, с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, и с точки зрения вашего дальнейшего выстраивания взаимодействия с мужчинами, если ситуации подобного рода происходит у вас не впервые, вот, а я думаю, что это не первый мужчина, с которыми отношения у вас не складываются, вот, не обижайтесь, пожалуйста, не обижайтесь, пожалуйста, вот, но я думаю, что не первый это мужчина, и если вы над собой не будете работать, да, то вполне может оказаться так, что он будет и не последним, вот, потому что, например, то, как вы выбираете мужчин, насколько, вот, легкое, непринужденное общение вы выстраиваете, важно выяснить, а сейчас это, опять же, вот, ну, пока что это вот на уровне чисто таких, знаете, догадок, вот, то есть, на уровне, вот, ну, например, моих предположений, да, это, конечно, не очень хорошо, я думаю, так, я думаю, так, если вы испытываете, скажем так, негативные чувства в этой ситуации, чувствуете, если вы, ну, к примеру, к примеру, чувствуете, что вам больно, если вы чувствуете, что обидно, если вы чувствуете, ну, вот, в принципе, какие-то неприятные эмоции, если вы ощущаете, ну, вот, что-то, что-то, что-то такое, то вам нужно, конечно, найти способ это прожить, и делать это, на мой взгляд, желательно, эээ, с, эээ, психологом, то есть, со специалистом, или, или, эээ, с адекватным человеком, который может вас, вот, ну, в принципе, да, понять, который может вас выслушать, а, при этом, да, эээ, ну, как бы, не оценивая вас, вот, при этом, по возможности адекватно давая обратную связь на то, что вы говорите, вот, то есть, я бы, вот, наверное, эээ, в каком-то, таком, эээ, ключе, вам бы ответил, сейчас, эээ, но, естественно, 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 эээ, нюансы, в этом, то есть, естественно, эээ, нужно, с вами поговорить, может быть, где-то я не прав, да, может быть, где-то я ошибаюсь, может быть, вот, чего-то я не знаю, скорее всего, скорее всего, я чего-то не знаю, вот, поэтому это нужно, конечно, все учитывать, вот. Так что выбирайте себе психолога, вот, выбирайте себе специалиста, который придется вам по душе, и начинайте работать по проблеме, которая вас беспокоит. Вот, чем быстрее, тем лучше, чем быстрее вы это начнете делать, тем лучше будет для, там, что, промедление или попытка, вот, человеку что-то доказать, будет, ну, вот, в этом смысле, большой, трудностью, большой, проблемой, для вас, в первую очередь, не для него, потому что, повторюсь, если бы он вас ценил, ничего бы этого не было. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok